Трудно представить нашу жизнь без гаджетов. Даже сейчас наши программы многие из вас смотрят в телефоне, планшете или на компьютере. Обернитесь, пожалуйста, где в этот момент находится ваш ребенок? Рядом или наблюдают, как папа или мама увлеченно погрузились в соцсети? Здравствуйте. Давайте обсудим сегодня, сколько времени наши дети проводят с гаджетами. Какова ответная реакция на это их организма? Плюсы и минусы увлечения помогут найти эксперты. Давайте знакомиться. Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня у нас в студии на наши вопросы отвечать будут Андрей Неровных, врач-психотерапевт. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мария Викторовна Краус, ведущий психолог Республиканского центра медицинской профилактики. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Пахно, руководитель технопарка «Кванториум». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я напоминаю, что работаем мы сегодня в прямом эфире. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в нашей программе. Если вам вдруг интересна эта тема или у вас появились уже какие-то вопросы, звоните нам 298 800. Это номер телефона Абакана. Не забывайте про код города 8 3902. Ну, а сейчас я хочу сказать, что в программе мы будем обсуждать не только минусы продвинутости современных детей, которым по плечу уже в 3-4 года освоить сложную технику. Но вот поводом для того, чтобы именно сегодня обсудить эту тему, стало то, что экспертов как раз беспокоит погруженность в мир гаджетов совсем маленьких ребятишек. Давайте посмотрим маленьких, ну и, конечно, понятно, что уже и более взрослых. Давайте посмотрим сюжет наших коллег канала «Россия» о том, к чему это приводит. Допрос в следственном изоляторе – это уже не игра. Хотя Иван, чебоксарский студент, утверждает, что за решетку попал именно из-за компьютерных игрушек. По словам геймера, в виртуальном мире он получил задание убить бабушку. Вот только совершил это в реальности и в качестве жертвы выбрал соседку – 83-летнюю пенсионерку. Я сразу не мог этого сделать, потому что я просто ждал, когда мне скажут это сделать. Поэтому прошло где-то около 40 минут, когда я уже это преступление не совершил. Просто мне уже сказали, что пора, и я уже, значит, понес удар. Они убивают друзей, соседей и даже родителей, а потом говорят, что всего-навсего играли. По словам полицейских, за последние два года сыщики стали все чаще слышать подобные признания. Верить или нет молодым убийцам-геймерам – решать, как и прежде, следствию. Пока же только психологи говорят о том, как губительно влияют компьютерные игры на подростковую психику. Эти игры учат, как убивать. Именно на этом этапе и начинает развиваться настоящая зависимость от компьютерных игр. Все дело в том, что в нашем головном мозге находится так называемая система награды. Она становится активной, когда мы получаем удовольствие, к примеру, от вкусной еды. Недавно ученые выяснили, что точно так же мозг реагирует на компьютерные игры. Чем чаще мы в них играем, тем активнее система награды. А чрезмерная активность опасна тем, что у человека начинает притупляться чувство страха и способность к переживанию. Чаще всего зависимость выражается в нездоровом рвении поиграть. Андрей Алексеевич, вот так вы резюмировали этот сюжет. Что было сейчас на вашем лице? Подскажите, мы с вами, кстати, обсуждали перед эфиром, вы спрашивали о наполняемости. Чем увлекаются ребятишки? Мало того, что перед ними телефон, что они там смотрят. Вот когда вот такие, вот такая наполняемость, как это предупредить? Ну, гаджеты стали очень доступными, гораздо доступнее. Думаете, проблема в этом? Во-первых, да. То есть, через каждый человек может использовать гаджет для своих целей. Гаджет — это прежде всего инструмент. Человечество изобретает инструменты еще с древних времен. Например, возьмем палку, да? Это инструмент? Инструмент. Палка всегда о двух концах. Можно по голове соседа стукнуть, можно добыть червячка и скушать его, если не червячков кушали в то время, да? То же самое гаджет является инструментом. Поэтому, как любой инструмент, он может быть использован как против человека, так и за человека. Инструмент уникальный. Но любой инструмент — топор, молоток, пила, гаджет — следует двум этим целям. Палка о двух концах. Вот мы здесь видим сторону нехорошую этой палки, которая бьет, используя свои возможности, свои свойства напрямую в психику ребенка. Но в этом сюжете, на мой взгляд, там дети, вполне возможно, были с открытой психической патологией, в сложенном подростковом возрасте, и гаджет может провоцировать проявление патологических реакций этих детей. Хорошее мнение. Дорогие друзья, если вы с ним согласны, звоните к нам в студию по телефону 298 800. Мы в прямом эфире, поэтому ответим и на ваши вопросы. Мария Викторовна, скажите, а согласны вы со своим коллегой? Вы же тоже психолог. Вот как вы думаете, для этого нужны на самом деле какие-то внутренние нарушения, чтобы были у ребенка, и уже только потом гаджет может спровоцировать что-то подобное, нечто страшное? Либо хватит и того, что мозг неокрепший, детский, он изо дня в день устает от этой необыкновенной нагрузки, когда мы просто отдаем телефоны вечером, но потому что мы вынуждены, да, во многих случаях. Жизнь у нас такая сейчас, к сожалению, ритм такой, но как избежать? К компьютерной зависимости, к зависимости к гаджетам, да, безусловно, возникают в первую очередь подвержены дети и подростки, потому что психика, да, еще не установилась. Естественно, они чувствуют себя в этом мире виртуальном, да, как в настоящем мире. Они чувствуют себя, какие-то возможности новые приобретают. Если человек застенчивый в реальной жизни, да, то он становится раскрепощенным, да, становится, у него появляются силы, там, какие-то возможности нереальные. Детей же вздыхает почему-то. Ну, потому что это все правда, да, детей жалко. Естественно, родители все заняты, у всех работа, они могут контролировать дозированно, не могут давать им гаджеты, уходят на работу. И ребенок буквально полностью погружен в гаджеты, в интернет, заходит на любые страницы, да, полностью предоставлен, как бы, обстановке. Вот, гаджеты затягивают, да, потому что как, зависимость, это что? Это навязчивая потребность человека совершать какие-то действия определенного характера. Зависимость от гаджетов, это патологическая зависимость между человеком и компьютером, да, или каким-то гаджетом. Патологическая. Вот такой электронный друг есть у всех наших ребятишек. В данном сюжете, да, мы увидели именно патологическую зависимость. Это уже последняя стадия. Ее результаты, скорее всего. Страшные результаты. А вот Алексей сейчас с нами будет спорить. Правильно, Алексей? Потому что гаджеты, скажет он, это не зло. Гаджеты, самое спасибо, конечно, не зло. Так, и увлечение ими, они дают не только минусы, правильно, но и плюсы. Расскажите, пожалуйста, Алексей, как руководитель такого сильного республиканского центра, развивающего ребятишек, какие же плюсы есть у тех детей, которые с самого раннего возраста знают, как включить компьютер, знают, как загрузить программу. Вот вы знаете, у меня сыну, например, 5 лет, да? Он уже совершенно обходится без меня для того, чтобы что-то включить. Он уже вас научит через год. Научит, честное слово. Ну, еще, наверное, месяца 2-3, может быть, полгода и научит. Расскажите, вот к чему это приводит, в хорошем смысле этого слова. Чем нам рад участвовать? В хорошем смысле, конечно, мы с самого раннего возраста, мы с ребятами не работаем. У нас есть возрастное ограничение. Это 12+. Ну, в отключениях мы берем 11 лет, 10 иногда. Есть такие направления. Ну, это, опять же, направление больше связано с робототехникой. То есть это не гаджеты, это работа руками. В компьютере, конечно, работа присутствует. Но это программа же в первую очередь. Ну, конечно. Робот пойдет только в том случае, если написана программа. Правильно? Конечно. Там практический результат, который можно потом ощутить руками. Да. То есть он не в виртуальной реальности ползет, а в настоящей реальности. Это очень важный момент. Да. Дети современные, конечно, гиперактивны. Наша задача — это направить их энергию в нужное русло. То есть научить их учиться. Гаджет — это очень мощный инструмент, и не все умеют им пользоваться. И правильно использовать. Современные дети даже не все могут искать информацию в нем. Поэтому нужно тоже учиться. Обрабатывать, астематизировать, находить источники, где можно пользоваться. Наша задача, как образовательной организации, учить этому детей. Знаете, какую мы сделали ошибку, самую главную в нашей программе? Мы не рассказали нашим телезрителям, что же такое Кванториум. Вы сможете уложиться в 2-2,5 минуты и рассказать, чему вы обучаете ребятишек республиканских? И я же правильно помню, мы с вами уже общались в нашем эфире, что у вас не просто все дети, которые захотели, пришли и обучаются по разным направлениям. Но у вас одаренные ребятишки. Да, конечно. Детский технопарк Кванториум — это нацпроект, это федеральный проект успеха каждого ребенка, который входит в нацпроект образования. Задача технопарка — это воспитать разносторонне развитую, гармонично развитую личность, которая будет обладать современными компетенциями. То есть на данный момент это софт-компетенции, это креативное мышление, критическое мышление, коммуникация, работа в команде и так далее. То есть чтобы ребенок вырос успешным, главное — прокачивать и развивать именно эти качества. И эти качества мы развиваем через свои программы дополнительного образования. Это и биоквантум, то есть созданно биоинженерными технологиями IT-квантум, это и программирование, и виртуальная реальность, и искусственный интеллект и так далее. Это геоквантум, это геоинформационные системы, где ребята учатся разрабатывать и обрабатывать карты, спутники, и так далее. Это аэроквантум, все, что связано с беспилотными летательными аппаратами, как их пилотирование, так и сборка и так далее. Ну и робототехника. То есть там ребята учат и программировать роботов, и разрабатывать своих. Ну вот есть одаренные ребятишки, которые свои знания направляют в нужное русло, и они достигают определенных результатов. Алексей нам еще в нашей программе расскажет, на каких конкурсах они уже получили призовые места, где они уже о себе заявили, как это сказывается на дальнейшем будущем, как скажется на дальнейшем будущем. Андрей Алексеевич, а у меня вот к вам вопрос. Скажите, успех каждого ребенка, сказал Алексей, как же нам сделать так родителям, чтобы вот это увлечение, оно как раз перешло в успех, чтобы оно нам проецировало, чтобы оно обещало нам результатом именно положительное что-то, а не вот тот материал, который мы все же видим. Здесь самое главное выйти из виртуальной реальности. То есть любая деятельность должна заканчиваться каким-то конкретным действием. Вот как сказал руководитель центра, что когда ползет робот, который сделал человек, это совсем другое, когда ребенок просто бессмысленно присутствует в игре или в гаджете собирает бессмысленную информацию. То есть человеческая деятельность, она должна быть предметной, она должна закончиться каким-то конкретным результатом, который выходит из виртуальной реальности, и другой человек может пощупать. Он сделал робот, он ползет, я его взял, говорю, какой-то молодец, ты сделал робот, а что он у тебя умеет? И он уже лезет потом в гаджет для того, чтобы разнообразить деятельность этого робота, чтобы починить его себе. То есть здесь инструмент играет свою позитивную роль. А если вот такая агрессивная стрелялка, как альтернатива? Все-таки. Как от нее-то отвлечь? Ну вот увлекается ребенок, да, вот мы приходим домой, и ежедневно у нас ребенок увлекается как раз тем, что он играет в игры стрелялки, вот у нас так бывает в прямом эфире. А с ребенком, по мере того, как он взрослеет, надо проводить как можно больше времени. У нас существует такая иллюзия, что ребенок вырастет, родители выдохнули, сам ходит, сам делает, но именно в это время надо обращать на него максимальное количество внимания. А это какой возраст? Да подростковый возраст, чем активнее, тем больше, вплоть до того, пока усы не начнут расти, и пока школу не закончат. То есть как можно больше проводить времени с ребенком. Да, это сложно, да, это практически бывает невозможно, но это должно быть основной целью. Вектор такой воздействия на ребенка. То есть чем больше вы присутствуете в его жизни, тем больше в его жизни порядка. Потому что взрослый человек, который любит ребенка, отец, мать, близкие, родственники, они плохого не дадут, они хотят все равно дать хорошее. Ну как же, вот смотрите, моему сыну 5 лет, он, знаете, какая у него любимая игра сейчас? Я признаюсь, я, да, не очень хорошая мать, он, Эргри Бёрдсон, стреляет, да, птички. Ему нужно стрельнуть птичкой, чтобы птичка, или кем, или лягушкой, чтобы она сбила птичку. Я, например, считаю, что это уже агрессия. Это агрессия, да. В какой-то мере это агрессия, действительно. Альтернативу, может быть, предлагать? Да, альтернатива, безусловно. То есть есть определенные физиологические константы, которые заложены генетической программой. И человеческое тело, человеческий мозг сделан не для того, чтобы сидеть в офисе, сидеть в студии стоять, или в гаджеты играть. Он создан для того, чтобы бегать, убегать, догонять. То есть физическая вот эта вот константа, которая совершенно замалчивается. А мы всю жизнь с этим боремся. Потому что это удобно. Посадил ребенка, дал ему в руки, чуть не сказал, в зубы, да, гаджет, и он сидит. Вот в аэропортах ждут ожидания дети. У всех одно и то же выражение лица. Раз одно и то же выражение лица, значит, одни и те же эмоции. Значит, одно и то же в голове. И возникает такой зомби-порядок. Вот они идут, а идут туда, куда уже их направят. Игру создали, чтобы убивали лежачих, убивают лежачих. Создали игру, чтобы убивали старушек, убивают старушек, да. Создали игру, что надо на площадь выходить. Выходят на площадь, хотят ракету запустить. Да, пожалуйста. И это одна из таких самых больших бед. Но мы вот сейчас с вами еще одну беду гаджетов не рассматриваем. Самая, на мой взгляд, не менее страшная и не менее важная. То есть благодаря... И гаджет это что? Это ускорение потока информации. То есть информация мгновенно перетекает из одной головы во все головы, которые все это созерцают. Но благодаря этому инструменту любой, простите, но не буду говорить дурак, да, получил возможность тиражировать свою глупость мгновенно в рамках земного шара. То есть все, что приходит в голову, информация, которая не имеет никакого качества, никакого смыслового содержания, никакого экспертного содержания, она воспринимается мозгом детей, как истина в последней инстанции. И в результате потом нормальные, адекватные, правильные, достоверные советы экспертов, преподавателей, родителей, ученых там вообще не воспринимаются. То есть мнение какого-нибудь, простите, недалекого человека, который сделал аккаунт, который рассматривает миллионы людей, становится более авторитетным, чем академика, который все знает по этой проблеме. Но академика не слушают. Поэтому вероятность сделать глупость на порядок выше. И растет поколение, которое не имеет адекватных мыслей в своей голове. Вот как-то так. Это замечательно. А давайте мы с вами на живом примере сейчас рассмотрим. Я, Алексей, не предупреждала вас о таком вопросе. Он только вот сейчас родился из вывода, который сделал Андрей Алексеевич. Скажите, пожалуйста, вы столь успешный молодой человек, руководитель такой успешной республиканской организации, которая ведет за собой детей. Вы в игры играете? В компьютерные игры вы играете? Вот честно вам скажу, у меня почему-то никогда не было зависимости. То есть я не в детстве. Но вообще играли? Очень мало. По сравнению с остальными, у меня компьютер поздно появился, и крайне мало играл. И не было, на предоставке даже никогда не было. Как-то вот так. Мы люди другого поколения. И до сих пор и по-прежнему нет никакой зависимости. Почему мы люди другого, Мария Викторовна, поколения? Как раз, мне кажется, ориентировочно, где-то наше примерно поколение, вот эти вот танчики, да? Вот помните, были, когда это была просто беда, когда люди уходили из реальности в этот мир, погружались туда, и как раз вот все эти стрелялки тогда же агрессивные пошли? Вы знаете, я застала момент тот, когда у меня, наверное, уже психика сформировалась, и я могла адекватно оценивать. Танчики не проехали туда? Ну, была заинтересованность, но не было зависимости. Да, у ребёнка надо формировать культуру, да? Как можно проследить, что же он там такое смотрит в телефоне, как сказал Андрей Алексеевич, либо глупость, которую транслируют на миллионы аккаунтов, либо вот ту информацию, которая должна им быть сейчас ему? Естественно, не должно быть тотального контроля со стороны родителей. Тоже вредно? Тоже вредно, потому что у ребёнка, естественно, вызывает агрессию, гнев, которую на близких переводит он. Либо на зло, да? Есть ещё такой момент в характере, особенно у ребятишек, у подросткового возраста. Я на зло тогда сделаю. Раз вы мне говорите, нельзя, я буду здесь сидеть. Они будут учиться делать это, когда не видит родитель. Когда вы вошли в комнату специально, да, посмотреть, а сидит ли он за компьютером или нет, он уже будет автоматически у него срабатывать. Раз, быстро выключать или на другую страничку. Раз, быстро книжку, да, открыть. Какой поле уйдет? Компьютер должен быть расположен так, в поле зрения родителя, чтобы не было тотального контроля, чтобы вы нечаянно как бы прошли мимо, то есть всегда в поле зрения, чем занят, какие страницы открыты, да, у ребёнка. То есть тотальный контроль, естественно, вызывает гнев и агрессию. Изначально должно быть выработано, изначально оговорено время с ребёнком, сколько он должен, да, сидеть. Вообще рекомендуется до трёх лет не давать гаджеты, не давать смартфоны в руки, потому что, ну, совсем там. А у вас есть дети? Есть дети, двое. Три и девять лет. Вот у нас нет такой проблемы, нет зависимости. Какие-то может, да, наверное, потому что я психолог, я умею как-то правильно, да, подойти к своим детям. Вот купила таймер, знаете, такой, можно ставить таймер. Вот всё, 20 минут, таймер прозвенел, да, всё. Я заметила, он сам услышал таймер, всё. Агрессия, то есть агрессии на меня нет, агрессия может быть на таймер переведена. Всё, выключил, всё, пошёл. Какая хорошая практика. Мария Викторовна, мы обязательно к вашим советам вернёмся. А сейчас у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Будем благодарны, если вы представитесь и скажете свой вопрос. Здравствуйте, у меня Андрей, у меня вот такой вопрос. А почему в GTA валят проблемы с психологической и здоровой людей на игры? Поиграл в GTA, убил человека, виноват в GTA. Разве не проблемы в голове человека виноваты? Я с компьютера расстаюсь в 80-80 лет. Я никого до сих пор не жду, выгрызаю регулярно. Спасибо вам большое. Вопрос интересный. Андрей Алексеевич, вернёмся к этой теме. Вы немного начали уже не рассказывать, что да, на самом деле, не компьютер. Я говорю, что есть категория людей, у которых есть предрасположенность к психопатическим реакциям, к психическим заболеваниям, к жёстким психическим каким-то реакциям. И когда эта способность человека, скрытая в нём, провоцируется, она может вылиться наружу. Она может провоцироваться безусловно не только гаджетами, не только играми. Она может провоцироваться переутомлением, недоеданием, раздражением, злобом, чем угодно. Но мы говорим об универсальном инструменте. И если эти люди садятся и сидят много часов перед гаджетом, перед экраном, то вот эти все вещи, они как раз провоцируются. То есть мозг астонизируется, работает активно. Одна зона этого головного мозга. Остальные зоны подавляются и снижается контроль над этой зоной. В результате реальность через сенсоры, через органы чувств воспринимается не такой, какая есть, а таких вещах, как совесть, мораль, нравственность, вообще говорить не приходится. Потому что идет раздражение, идет картинка и соответствующий выброс адреналина, который нужно куда-то реализовать, чем можно быстрее, тем лучше будет для этого человека. Он испытывает облегчение. Поэтому он выходит в агрессии. И, соответственно, дальше или у него срабатывает, как мы говорим, предрасположенность какая-то психическая, если она, не дай бог, есть, она далеко не у всех, конечно же. Или, как вот в сюжете говорил, что ему там говорят, но это психиатры должны разбираться, потому что, может, он притворяется. Вполне возможно, что это провокация как раз психического заболевания. Когда человек начинает слышать голоса какие-то, они ему говорят, иди туда, сделай это. Но это страшно. Спасибо большое, Андрей Алексеевич, что вы так подробно ответили на вопрос нашего телезрителя. Я повторяю, дорогие друзья, можете позвонить к нам в программу и вы. Наш номер телефона 298 800. Мы в Абакане, поэтому не забывайте про код города. 8 39 02. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, либо по спорте с нами, если вам не нравится направление нашей беседы, и вы считаете, что мы неправы. А мы вернемся к нашему эксперту. Алексей, подскажите, пожалуйста, вот те ребятишки, которые приходят к вам заниматься в Кванториум, вы не наблюдали ли за ними, что они также увлечены телефонами, гаджетами? Кстати, вот на уроках, на занятиях телефоны рядышком вы не отбираете? Нет, мы не отбираем. Мы, наоборот, за то, то есть мы даем вам открытые задачи, от которых нет решения. Для поиска решения им нужен гаджет. Мы, наоборот, учим пользоваться этим инструментом. То есть, ну, там, в основном, конечно, у вас компьютеры с интернетом, с открытым доступом. Ну, это, в принципе, вот на сегодняшний день это вот в общей нашей теме. Да. Также практикуем такую вещь, когда на каком-то общем мероприятии задаем какой-то вопрос, на которого, скорее всего, никто не знает ответ. И смотрим на реакцию. Кто-то быстренько в телефоне нашел, посмотрел. А кто-то ищет, да? А кто-то сидит, ждет, когда скажет ответ. То есть сразу люди по-разному решают проблему. Что касается с геймерами. Я вот пока стоял тоже подумал. В принципе, у меня очень много друзей, которые очень увлекались играми, и ночами сидели, и днями, и сутками, и не ели, и не спали. И в итоге, как бы, в принципе, пережили этот возраст, стали успешными людьми. В принципе, все по-разному это переживают. Но также мы даем у себя на занятиях, ребятам, возможность самим разрабатывать эти игры. То есть, в принципе, у них есть возможность посмотреть на игру с другой стороны. Разобраться, как это все устроено, придумать свою. И то же самое с гаджетами. Любые приложения для телефона они тоже могут сами разработать. А есть уже практика? Что сделали ваши воспитанники, ваши ученики? Как вы называете своих детей, которые к вам приходят и ваши знания впитывают? Кванторианцы. Кванторианцы. Что сделали уже ваши кванторианцы? Ну, из направления, связанные с играми, таких прям, конечно, крутых разработок пока нет. Все впереди. Они учатся, да. Все впереди. Да, потому что на самом деле на разработке игр серьезных работает очень большая команда. Это очень ресурсно затратно, денежно затратно, чтобы разработать такой коммерчески серьезный проект. Но для того, чтобы посмотреть, как это делается, навыки, которые мы даем, в принципе, достаточно. Опять же, мы даем инструменты, мы говорим, где посмотреть, где можно найти ответ. И они дальше развивают это, если им интересно, если он хочет сделать дальше, он должен сам дополнительно изучить информацию, чтобы найти ответ и сделать то, что у него не получается. То есть у нас не педагог, у нас наставник. Наставник. То есть он направляет его. Он контролирует этот процесс, его развитие смотрит, если не туда идет, он корректирует. Но ребенок, история успеха должна быть, он сам ищет ответ, сам находит. И как бы это отлично мотивирует его на дальнейшую работу. Вот знаете, к сожалению, не все учителя умеют быть наставниками. И, к сожалению, может быть, как раз не из-за того, что они не умеют или не хотят этого делать, а есть у них совершенно другие цели и задачи. Вы помните, даже у нас в республике и в России в целом, как раз вот не далее, чем полгода назад, такая инициатива появилась, как запрещать ребятишкам в школе использовать гаджет. Это про телефоны сотовые конкретно шла речь, потому что якобы они мешали на уроках. Вот мои коллеги по этому поводу тоже сняли сюжет, и я предлагаю вам прямо сейчас его посмотреть. В Абаканской школе номер 2 запрет на использование мобильников на уроках действует уже с октября. Дети перед тем, как занять места за партой, сдают телефону учителю в специальную прозрачную коробку. Учитель русского языка и литературы Татьяна Зотина говорит, дети уже меньше отвлекаются. Если касается контрольной работы, то я уже не подозреваю ученика в том, что он может списать. То есть у него, так скажем, в арсенале только свои знания. Но перед тем, как принять столь важное для учеников решение, в школах провели родительские собрания. Была часть родителей, их было 13 человек, которые все-таки предлагали отключать сотовые телефоны, ставить на беззвучный режим и убирать в портфеле, А большая часть, это получается 137 человек, родители проголосовали все-таки за то, чтобы наши дети, учащиеся в нашей школе, отключали телефоны, ставили их в беззвучный режим и складывали их на специальные прозрачные короба, которые стоят на столе у педагога. Минобразование считает, что данная мера поможет улучшить общий климат в школе. Это касается здоровья детей и дисциплины. Вы знаете, Мария Викторовна, я слышала от многих учителей, что они скучают по балованным, шаловливым детям, которые во время перемены сбивают всех в коридоре, которые носятся, играют, кричат, пищат, ну что-то у них там происходит. Даже конфликтом, наверное, они были бы рады, лишь бы дети не сидели уткнувшись в телефоне. Как вы к этому относитесь? Как доктор? Я отношусь к этому положительно. Наверное, изначально у ребёнка вызовет это какую-то реакцию. Но тут, если все дети без смартфонов, то есть они более спокойны будут потом, и у меня нет смартфона. Никто не отвлекается, то есть они к этому постепенно привыкают. Да, Андрей Алексеевич, да, конечно, нужно. Вот, что здесь получается очень важный воспитательный момент, то есть ребёнок хочется переключаться с этого рода деятельности на другую. То есть такая возникает регуляторная функция, саморегуляторная функция. То есть ребёнок уходит от одного, переходит к другому. А вот если протест, извините, я вас перебью, если протест, как говорила Мария Викторовна, забрали телефон, обидели, всё, блок встал. Но то, что касается протеста, вот если непосредственно брать школу, как это организовать? То есть если весь класс идёт дружно это делает, то чисто подростковая реакция, он же не хочет казаться белой вороной. Все тихо-мирно сдают, то есть тоже воспитательный момент. То есть это положительно. А если, например, урок идёт туда, что необходимо воспользоваться, как вот эксперт уважаемый сказал, то даже можно сказать, возьмите, сегодня мы пользуемся гаджетами, потому что нам сегодня нужно найти информацию. Давайте быстро, сегодня телефоны не сдаём. И дети приучаются относиться как к правильному инструменту, как к нужному инструменту гаджетам. А я вот сейчас можно нашим телезрителям кое-что продемонстрирую? Андрей Алексеевич свой телефон, несмотря на нашу просьбу, взял с собой в студию. Он его тоже из рук не отпускает. У вас зависимость тоже от телефона, Андрей Алексеевич? Да нет, просто это инструмент, он у меня всё время горячий. Рабочий? Да, он в горячем виде. А дома нет, дома я его кладу и там другие дела. Как вы с этим справляетесь? А если вам кто-нибудь по работе позвонит? Дома дел очень много. Но до определённого времени, то есть здесь нужно просто остановить определённый лимит времени. Так, а давайте вот прямо сейчас о лимитах. Конечно, мы ещё с вами не оговорили тот момент, что, естественно, это чрезмерное увлечение гаджетами, оно сказывается на здоровье ребятишек. Да, в первую очередь. Сейчас врачи отмечают окулисты, что у них прибавилось количество пациентов. Сейчас искривление позвоночника не такой редки. Правильно? Продолжите список, пожалуйста, Мария Викторовна. Какие ещё могут быть последствия? Уже неоднократно врачи, психологи говорили, врачи в основном, да, что и на зрение оказывает негативное влияние, на осанку, естественно, страдает. Ну, что могу сказать? Приходите в наш центр медицинской профилактики или звоните по номеру 34-3307. У нас замечательные фельдшера, они подскажут вам, как решить ту или иную проблему. Если вдруг появились проблемы со здоровьем, да, если вдруг появились проблемы со здоровьем, то решать их нужно как можно раньше, правильно? Как можно раньше, конечно. Вот, ну и мы-то с вами сегодня обсуждаем, да, как бы воздействие на психическое здоровье. А вот я с тем же вопросом к вам возвращаюсь, который Андрею Алексеевичу. Вы дома с телефоном? Вечером как вы со своими ребятишками? Вы знаете, дома стараюсь нет, потому что родитель — это самый лучший пример для ребёнка. То есть начните с себя, да. Если у вас в руках смартфон, гаджет, и вы говорите ребёнку, убери смартфон, что ты с ним с утра сидишь. А сами сидите, листайте, то это бесполезно. Да, лучший пример — это вы начните с себя. Начните с себя, посмотрите, сколько вы сидите в телефоне. Обычно зависимость в чём проявляется, да, признаки. Это постоянные манипуляции с гаджетами. Постоянно человек ищет в поле зрения, чтобы он был, постоянно зарядку проверяет, да, ставит на громкий звонок, чтобы не пропустить ни одного сообщения. Вот, смотрите на себя. Если у вас это всё есть, будет у ребёнка. Какую нужно предлагать детям альтернативу? Мы сейчас говорим о том, что нельзя полностью всё своё свободное время посвящать гаджетам. Скажите, пожалуйста, а вот ваши умные кванторианцы, они занимаются спортом, например, если заговорили про альтернативу? Ну, конечно, спортом занимаются. Сейчас ребята, которые наиболее активны, они ходят в разные кружки и другие секции. То есть они ходят как к нам, так и в спорном тоже они занимаются. Без этого никуда. Ну и мы как бы практикуем, иногда физкульт какие-то минутки тоже организуем. То есть вы всё-таки понимаете, да, что нельзя вот так весь день сидеть, несмотря на то, что пользы очень много, конкретно на ваших занятиях, где вы учите не просто искать информацию, но и даёте направление, где искать важную, правильную информацию, правильно? Но мы с вами не оговорили лимиты. Лимиты сколько можно ребятишкам посвящать времени гаджетам? Ну, так скажем, младший школьный возраст — это до часу в сутки, а старшие школьники — где-то до двух часов. И подростки тоже около этого времени, но постоянно нужно физические нагрузки, естественно, чередовать. И вообще нужно возобновить походы куда-то там на природу, семейные традиции какие-то должны быть, чтобы, естественно, должна быть замена. Если вы убрали гаджет, вы должны ребёнку дать замену. Вот вы должны показать, что есть много всего интересного, да? Андрей Литвичкин, какая может быть альтернатива? Отобрали у ребёнка телефон. Нет времени пойти в поход. Ну, нет у меня. Ну, правда. Уважаемые эксперты, вот прихожу я домой, на самом деле, я очень часто возвращаюсь к телефону, потому что мне нужны и новости знать, да? Мне нужно и с коллегами списаться. Должна следить за оперативной обстановкой. Всё знать. Ну, я думаю, что если бы я даже не работала, скорее всего, я вела бы себя так же точностей. Но, тем не менее, должна быть альтернатива. Какая? Ну, посмотрите, вот берём головной мозг, да? То есть в нём есть различные зоны. Вот зоны, которые отвечают за движение, отвечают за физику, отвечают за тонкие, сложные движения, за грубую физическую силу. Их гораздо больше, чем вот эта зона, которая формируется при гаджетах. То есть те зоны, которые стимулируются, соответственно, они становятся сильнее. То есть если человека, например, приучать что-то очень остро слышать, он будет слышать всё, да? Если его нагружать регулярно физическая нагрузка, даже если он брыкается, потом организм, зона стимулируется, и возникает потребность в этой физической нагрузке. И ребёнок сидит, говорит, пойду-ка я там поотжимаюсь, пойду побегаю, пойду попрыгаю, что в рамках дома, или пойду во дворе что-нибудь там сотворю. То есть возможность, насколько правильно мы загрузим головной мозг. Вот с самого раннего детства. Вот коллега-эксперт сказала, что действительно я поддержу эту вещь, что единственный способ, реальный способ воспитания ребёнка – это воспитание самого себя у него на глазах. И вот когда мы в воспитании самих себя добиваемся результата, это производит неизгладимое впечатление на психику, формирующуюся ребёнку. Он понимает, что так можно, что можно себя изменить, можно от чего-то безжалостно отказаться, можно что-то принять. То есть ребёнок учится управлять собой, формируется вот эта регуляторная функция, саморегуляторная. То есть человек сам себе может давать задания, сам себе может давать указания, исследовать этим указаниям. То есть он тогда становится независим ни от гаджетов, ни от мнения чужих людей, ни от воздействия каких-то других посторонних, не всегда с хорошим смыслом действующим на него людям и обстоятельствам. То есть становится, образуется личность, которая сама, всё, что у неё есть в голове, умеет этим распоряжаться, вот как хороший шахматист фигурами на доске. То есть он знает, как ими распоряжаться, какую пожертвовать, на какую там не обратить внимания, где какую комбинацию провести. То есть он владеет своим мозгом, мозг становится инструментом, а не гаджет-инструментом становится. И всегда понять тоже, что твой мозг является главным инструментом, а всё остальное – это сопутствующий момент. Я, знаете, по какому поводу хочу со всеми вами сейчас поспорить. Мы с вами обсудили лимиты. То время, которое ребятишкам должно быть выделено на общение со своим электронным другом. Скажите, пожалуйста, Андрей Алексеевич, а вы вот в школе рефераты на компьютере делали, или как я, руками писали? Я руками писал, конечно. И я. Но тогда не было же компьютера. Вот, я про это же. И все контрольные работы, и всё домашнее задание. Задание мы с вами и поля чертили в тетрадках. Да-да-да, мелкая моторика. Да-да-да, это во-первых. А каков объём домашнего задания сегодня, который необходимо выполнить именно в компьютере? Вот тот же реферат. У меня старшая дочь, она, знаете, некоторые рефераты собирала по несколько часов в день. То есть ребёнок садится за компьютер, и причём вот эти вот претензии-то мои, да, и вопросы, выйди за компьютер, иди спинку разомни, там, что-нибудь по дому сделай, не знаю, кушай, приготовь посуду помой. Они как раз сталкивались с тем, что, а это домашнее задание. А что делать в таком случае, когда, да, это необходимость, да, сегодня современность от нас требует. Мы выполняем всё в компьютере. А что делать? То есть здесь большую роль играет объём этого домашнего задания. То есть если ребёнок начинает в более старших классах специализироваться по какому направлению, то, естественно, его вот этот гаджет, перестаёт быть гаджетомания, становится прямым рабочим инструментом. То есть она его использует по назначению. Она, как я вот приводил, например, не палкой бьёт по голове себя или соседа, она по назначению использует этот гаджет. Поэтому дальше уже, если ребёнок, например, становится там фанатиком истории или там биологии или ещё чего-то, пишет рефераты, собирается свою судьбу профессиональную, с этим связывается, то, конечно, это становится инструментом, и она, как вот коллега говорит, это становится его работой, по факту. То есть ребёнок работает, так же, как многие работают в бассейнах, по три-по четыре часа в день тренируются, потому что это их работа, да, профессионально. Или в спортзале железяки подымают тоже в течение там полутора-двух-трёх часов, иногда, если это профессионально становится. Мы с Алексеем обсуждали плюсы и минусы в преддверии этой программы, как раз увлечения гаджетами. И у Алексея возникла такая интересная мысль, одного из самых главных плюсов, актуальных на сегодня. Да? Помните, мы с вами обсуждали как раз про обучение. Да, как раз на сегодняшний день, так как у нас коронавирус захватывает всю планету, у нас становится актуальным это дистанционное обучение. И вот как раз для этого дистанционного обучения вот эти гаджеты, вот без них прям вообще никак. То есть это сейчас, на данный момент, педагоги организуют и вебинары, и какие-то курсы, это всё вот уже в компьютер. Абсолютно с вами согласен. А для того, чтобы ребятишки не пошли на улицу, они там не только обучение, там сейчас и конкурсов уйма, да, масса, и республиканцев, и российского уровня. Всё уходит на дистанционку, и неизвестно, на сколько времени. Поэтому хочет какой-то педагог школьный или не хочет, у него нет выбора, ему надо. Ему нужно это осваивать, переходить. Ну и, конечно, это нужно делать правильно. То, чтобы они удаленно не записывали в тетрадь, а, естественно, другие должны. Всё надо делать правильно. Тренироваться правильно, гаджетом пользоваться правильно, роботом заниматься правильно, в студии выступать правильно. Я хочу сказать, знаете, не просто обучение, но и для того, чтобы наши ребятишки на улице себя чувствовали безопасно. Я тут на днях увидела конкурс, который ГИБДД проводит, наша инспекция по безопасности дорожного движения. Они правила дорожного движения повторяют в интернете. Помните, как раньше дорогу переходили, да, вот, строем за руку всех водили, и водители останавливали. Сейчас они правила дорожного движения повторяют в интернете. Подскажите, пожалуйста, Андрей Алексеевич, а вот всё-таки, что Вы посоветуете тем родителям, если подводить вывод всему нашему сегодняшнему разговору, что Вы посоветуете тем родителям, которые уже почувствовали проблему и не могут с ней справиться? Здесь специалист только поможет, или это можно всё-таки самим решить? Нет, ну есть случаи, когда действительно уже может помочь только специалист, когда это зашло. А какие симптомы? Какие симптомы должны в первую очередь насторожить, что у ребёнка есть проблемы? Вот играет он, игры у него агрессивные, да, неправильные. Когда, например, меняется эмоциональный настой ребёнка, то есть появляется агрессия, появляется порывистость в движении, когда начинают исчезать авторитеты, когда появляется грубость. То есть доминанты находятся уже в другом месте, не в семье, а находятся в виртуальной реальности. Вот. Вот это одни из симптомов. То есть с помощью специалиста нужна тогда, когда это доходит до уже невротических реакций, или формируется, как вот я говорил, начинает оформляться, вернее, выходить из психики заложенная там психопатология. Это же не так сложно, вот на мой взгляд, мне кажется, не сильно страшно. Ну, разные вещи есть. Есть очень сложно корректируемые моменты. Ну, хотя вот исходя из того материала, который мы посмотрели, да, на самом деле. Работа, вот, иногда это уходит достаточно быстро, то есть это совершенно индивидуально здесь нужен подход. Здесь нет такой гребенки, по которой всех можно одинаково там каким-то образом оттаскивать от этого. Вот. А родителям просто это надо видеть. А чтобы это видеть, надо время с ребенком проводить. Вернулись мы к того. Опять возвращаемся к самому началу. От чего начать? То есть чем больше мы проводим время со своими детьми, причем не обязательно это должно быть позитивное время, то есть ребенка можно спорить, даже можно ругаться иногда, даже можно что-то выяснять с ним, что-то доказывать. Эмоциональность. В чем-то уступать, да, но чтобы это было искренне. Вот ребенок очень четко, вот что тоже хочу сказать, займу еще немножко времени. Пожалуйста. То есть ребенок всегда очень четко чувствует ложь, вот как вот и коллеги говорили. То есть мы ему говорим, не играй в гаджет, сами сидим в гаджете, да. Мы говорим, надо помогать людям, сами сосед звонит, давай, помоги там шкаф перетащить. Ты чего я не могу, я сейчас уезжаю. Ребенок эту ложь чувствует моментально. Вот это самое главное. Соответственно, он начинает искать правду, потому что подростки максималисты. А где правда? Правда в виртуальной реальности или на улице? Там по нас уступнули, зато справедливо. Это же правда, правда, заработал, заработал. То есть там честнее. Улица и виртуальная реальность по сравнению с родителями выигрывают именно в честности. Там тебя застрели, ты проиграл в игру, все честно, честно. Играй заново, застрелишь, ты победил. Пусть они идут на улицу, пусть они учатся ссориться, мириться, общаться, да, самое главное. Вот один из выводов нашей сегодняшней беседы. Скажите, пожалуйста, Мария Викторовна, что вы можете посоветовать всем нашим телезрителям, ну или может быть какой-то отдельной категории? Может быть есть дополнительные симптомы? Да, дополнить бы я хотела то, что, вот как вы сказали, приходите с работы, да, устали, нет возможности, нет сил, да, играть с ребенком. Лягте с ним, обсудите день, как прошел его день. Спросите, что понравилось, что не понравилось сегодня, что ты планируешь на завтра. Постройте вместе планы какие-то. Все, ему больше ничего не надо. Ваше внимание показает заинтересованность, эмоции. Вот, обнять ребенка, телесный контакт, я думаю, физически, да, контакт очень важен. Замечательная такая лодка в завершении программы. Алексей, вы нас поддержите в таком добром посыле? Что вы пожелаете нашим телезрителям, друзьям? Опять же, да, посыл будет к родителям, что нужно все-таки родителям с своими ребятами поговорить, выяснить все-таки их интересы. Потому что в интернете на данный момент очень много курсов, есть даже цифровые университеты. И есть кванториум. Да, есть кванториум. То есть есть институт искусственного интеллекта, который можно дистанционно обучаться. Есть та же синергия, то есть очень много. То есть дистанционно можно постичь то, что в пределах Абакана чего-чего-то нет. Большое вам спасибо за столь полезную информацию, которая сегодня очень много прозвучала. И это была программа «Ответная реакция». Дорогие друзья, смотрите нас на канале РТС. Звоните нам по телефону 298 800, предлагайте свои темы. Также вы можете написать нам в комментариях, в группах РТС. Обращайтесь к нам, мы всегда рады любой вашей ответной реакции. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова